Всем геройщикам привет! Друзья, это первый выпуск геройских новостей, и здесь я буду вещать для вас интересный и актуальный контент из мира Героя Меча и Магии. Так что, погнали! Ну и начнем мы, конечно же, пожалуй, с самой хайповой новости последнего времени, а именно чемпионат мира по третьим героям. Регистрация была доступна с 1 марта по 1 апреля 2021 года, а жеребьевка состоялась буквально несколько дней назад в режиме онлайн 5 апреля, в которой участники узнали друг друга, узнали, в какой группе они состоят, и начали предварительно договариваться о времени матчей и о тех шаблонах, на которых они будут играть. Сам по себе турнир пройдет в режиме онлайн, но оно-то и понятно, пандемия все-таки, и будет разделен на два этапа. Это региональный и финальный. Региональный этап будет проводиться в пяти разных группах, а именно Россия, Польша, Соединенная Украина с Белоруссией, Объединенная Чехия со Словакией, а также страны со всего остального мира. Причем, что самое интересное, принять участие мог реально любой желающий, независимо от скилла или там каких-то умений, ПТСов в лобби и прочее, 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 вот прям реально любой желающий. Отличительной особенностью Чемпионата Мира стало то, что чем больше игроков зарегистрируется от какого-то региона в начальный этап турнира, тем большее количество мест получает эта страна в финале турнира. Неплохой, кстати, такой способ привлечь аудиторию. По всей видимости, с Польши это про канала. Вам просто для сравнения. Польшу будут представлять 516 игроков, в то время как Россию всего 220. Каждый отборочный турнир состоит из группового этапа Best of 1 и плей-офф одиночной сетки Best of 3. Ну, например, для российского этапа были выбраны вот эти вот шаблоны, по которым будут играть. Но также стоит упомянуть, что ребята могут играть и на других шаблонах при взаимной договоренности. Финальный турнир будет отыгрываться по системе Double Illumination, а именно верхняя Best of 3 сетка и нижняя Best of 1 сетка, в которую попадут лучшие 128 участников со всего мира. В финальном этапе будут отыгрываться те же самые шаблоны, что и будут играть наши ребята на российском региональном отборочном этапе. Причем, что самое интересное, что был заменен только один шаблон, а именно MT Jebus, который поменяли на MT Firewalk. Также, хотели бы отметить, в 2020 году прошло много разных турниров, оффлайновских и онлайновских, так вот, победители и призеры с этих турниров в принципе не будут играть на отборочном этапе, а попадают сразу же прямиком в финал. Честно вам признаюсь, друзья, это было довольно сложно, но нашей команде таки удалось выцепить из плотного графика стримов профессионального игрока, который перед началом турнира поделится с нами некоторыми особенностями мирового первенства. Итак, с нами на связи профессиональный игрок Яркий, сейчас мы выясним у него некоторые подробности чемпионата мира. Ярослав, приветствую тебя! Привет, Митя! Ярослав, ты выступаешь не только как игрок, но еще и в качестве комментатора, аналитик, организатора турниров, знаешь игру с разных ракурсов. Скажи, вот, как ты считаешь, насколько турниры такого уровня, как чемпионат мира, влияют на развитие игры в целом, да и влияют ли в принципе? Спасибо, спасибо за представление, конечно. На самом деле, турниры такие, ну, это очень сложный вопрос, и здесь можно долго об этом разговаривать, попробуем покороче. Насчет турниров. К сожалению, у нас сейчас с турнирами история такая, у нас нет спонсоров, у нас нет организации, которая бы занималась этим профессионально, вкладывала бы в это деньги и развивала бы игру как раз-таки таким образом. Так что у нас сейчас главными инфлюенсерами в этой области являются, наверное, стримеры и игроки, вот, потому что там больше внимания, там и на стримах деньги больше крутятся, ну, как правило. Вот, поэтому об этом мы чуть позже поговорим. И что хочется подчеркнуть именно, самое важное, вот, если относительно влияния, да, этого турнира говорить, то он массовый, конечно, получился. Там, если я не ошибаюсь, около 400 регистраций от Польши, 200 регистраций от России. Бери больше, от Польши зарегистрировалось 500 плюс человек, а от России, например, 220. Да, и есть некоторые подозрения, что, ну, так как организаторы поляки, они приложили максимальное усилие, чтобы именно поляков было больше, даже больше, чем в два раза больше поляков, вот, относительно России. Ну, а в чем, кстати, смысл? Ведь это не так просто. Количество мест влияет на количество слотов в финальном турнире. Да, ну, вот, насколько я понимаю, в этом и есть фишка этого чемпионата. То есть, получается, что другим с вами в финал попадает не фиксированная, да, и какая-то изначальная квота, а определенный процент людей от того или другого региона. Да. Поляков будет в два раза больше, значит, чем, ну, остальных, остальных игроков из остальных регионов. Так вот, что самое интересное, пока что нет призового фонда объявленного, нет количества мест, которые будут, ну, призовых, которые будут получать эти призы, соответственно. У них, я так понял, по плану это набрать призовые по ходу турнира. То есть, они будут проводить стримы, они будут, там, специальную, соответственно, плашку использовать. Ну, то есть, такая краундфандинговая система, да. И это на самый крупный, якобы, турнир чемпионат мира. Вот такая система используется сейчас с героями. Да, кстати, как говорят, ты меня несколько опередил. Один из моих следующих вопросов как раз-таки был связан с монетизацией чемпионата мира. Скажи, ты как опытный организатор наверняка хорошо понимаешь процесс подготовки турнира. Так вот, как ты думаешь, почему организаторы нигде не упомянули о призовых местах, да и, в принципе, об объеме призовых тоже ничего не сказано? Да, вот как раз-таки это потому, что они не собрали деньги до турнира. Они планируют их собирать во время турнира, поэтому они и сказать-то ничего не могут. Вот, то есть, у них нечего предоставить. И вот, как мне кажется, это немножко непрофессионально и неправильно. То есть, логичнее было бы собрать деньги до турнира и потом уже сделать тоже какую-то систему сбора денег, почему нет, и объявить уже, да, хотя бы какой-то призовой. То есть, ну, допустим, там, скажем, я не знаю, объявили они там 200 тысяч или там 150 тысяч призовой. Какую-то сумму. И собирали бы еще деньги во время турнира. Никто им это не запрещает. То есть, из-за того, что нет какого-то основного призового, мне кажется, этот турнир вообще носит какой-то более фановый характер. Но есть одна интересная еще фишечка. Они хотят самую финальную часть, то есть финалы турнира сделать оффлайновым, оффлайновой частью. То есть, пригласить игроков, дошедших до финалов, в Польшу и сделать турнир там, на месте у них. То есть, это лан-турнир, да, называется. Вот. И это крутая, на самом деле, штука. Потому что лан-турниры, это прикольно. У меня есть опыт посещения нескольких лан-турниров. И я могу сказать, что играть по сети и играть врывую в одну и ту же самую игру, это две разные вещи. И, естественно, что врывую это намного все круче. А что скажешь насчет выбранных организаторами шаблонов карт? И вот как раз-таки, вот этого вопроса я хотел бы еще коснуться относительно этого турнира, чемпионата мира. Какие здесь шаблоны используются? Вот сейчас прямо передо мной список, и я могу перечислить их по порядку. Ностальгия, 6LM10A, H3D-M1, мини-ностальгия, MT Firewall, Jebus Cross и MT Jebus. И я не знаю, как вам, но здесь есть, по моему мнению, ряд шаблонов, которые, ну, так мягко скажем, не очень популярны. Такие, как, например, мини-носта, как MT Firewall. Да та же ностальгия, это XL плюс у карта, и, ну, они, так скажем, не на слуху. То есть это шаблоны, которые больше популярность, популярность у них среди профессиональных игроков имеется. И то, знаешь, вот там есть примеры, которые, вот некоторые игроки и профессионалы хорошо этот шаблон играют, знаю другие, не очень хорошо. И как мне кажется, использовать вот такие шаблоны, это немножко нечестно по отношению к, ну, как, нечестно, это, наверное, неправильное слово, которое здесь надо использовать. Это немножко мешает развитию игры в целом, потому что для новых игроков осваивать какие-то шаблоны, которые сложные, которые они, ну, ты новичок, ты пришел, ты не можешь эти шаблоны банально играть лучше, чем профессионал. Яр, я, возможно, сейчас скажу какую-то несусветную глупость. Вы уж простите меня, новичка, но лично я задался простым вопросом. Зачем нужно было придумывать так много разных шаблонов, ведь далеко не все игроки их знают? Почему бы не провести чемпионат мира просто на одном каком-то самом известном шаблоне, ну, максимум на двух? Очевидно, что речь идет о классическом джебус-кроссе и зеркальном его варианте, МТ джебусе, ведь это было бы, на мой взгляд, логично, и, что самое главное, что это было бы зрелищно для зрителей и, скажем так, популярно среди геройщиков, среди игроков. Если честно, я с тобой согласен полностью, вопрос-то не глупый более чем, и я бы, наверное, вот так и сделал. Здесь влияние организаторов, естественно, идет. Орги, причем влияние организаторов, которые оглядываются на профессиональных игроков. То есть орги как бы пытаются угодить всем, да, они хотят, чтобы профессиональные игроки были довольны и играли там свои сильные шаблоны и свою сильную игру показывали. Ну и как бы там джебус добавить, естественно, чтобы новичкам что было поиграть. Окунемся немного в историю. Подскажи, чемпионаты такого масштаба, в принципе, они уже проводились в геройском комьюнити? Я имею в виду, как ты считаешь, насколько в целом уровень организации данного соревнования в этом году можно назвать высоким? Смотри, я где-то в героях примерно варюсь лет шесть. Вот, то есть это я как с новичка начал этим заниматься. И вот до меня, вот до меня как раз-таки были чемпионаты мира. Их организовывали другие игроки. Я, честно говоря, у меня мало информации, это и давно было, и я просто наслышан об этом. Чемпионаты мира были, причем там участвовали китайцы. То есть там география была тоже широкая, вот. Но, насколько я знаю, там помню, там даже призового не было. То есть это были прям вот чемпионаты мира, прям совсем такие, знаешь, попытки что-то делать и просто, чтобы комьюнити развивать, объединять и так далее. И вот в таком формате, наверное, это прям первая серьезная, ну, на моей памяти, на моем пути, первая серьезная попытка приблизиться к чему-то глобальному, как чемпионат мира. Второе, что можно сказать, ну, ребята стараются, то есть они, пока сложно сказать прям про организацию, потому что сейчас лицо турнира это стримы. Стримов мы пока что не видели, но я думаю, что там будет на хорошем уровне, и, скорее всего, они будут подключать не только польские трансляции, но и на русском языке, может быть, на английском языке. Посмотрим. Я думаю, что они постараются максимально осветить этот турнир, вот, и, ну, и там уже организацию на самом деле посмотрим. Яр, ну и напоследок хотел бы проверить твои аналитические способности, так как ты являешься аналитиком третьих героев. Скажи, как ты считаешь, только честно, кто, в принципе, может претендовать на место чемпиона мира в этом году? Можно просто взять сейчас, то есть не проявлять никаких аналитических способностей, и просто взять топов, два топ-игрока на данный момент. Это Шопа из Польши и Лаки Эв из России. Вот они сейчас две первые строчки в ладере занимают, и, ну, действительно, это два стабильных игрока, и можно сказать, что там с 80%, ну, не знаю, с 75%, что они до финалов дойдут, и, возможно, даже в финал будет именно Лаки. Ну, а если не эта пара игроков, кто еще, в принципе, может пройти в полуфинал или, возможно, даже в финал и занять их место? Опять же, это все известные игроки. Я бы выделил Стингера, я бы выделил Бишопа, Амилу, Давид, это все российские игроки были. Если это Польша касаться, то это Давиду с Дракониным. Я думаю, что у Гомунгулса с Хеллом тоже хорошие шансы, но там, ну, Хелл плюс-минус стабильный, но, опять же, Хелл все-таки это джебус-ориентированный игрок, но у него много опыта, он может другие шаблоны играть, но там уже будет зависеть от сетки, то есть с кем он будет попадаться, с кем он будет играть, и от этого у него будет зависеть. То есть, другими словами, ты хочешь сказать, что на этом чемпионате не может быть темных лошадок, эдаких средних игроков, которые потенциально могли бы попасть в полуфинал или хотя бы что-то приближенное к этому? Полер, как бы, шаблоны все-таки черкаются на турнире, и вот эти самые профессионалы, они могут просто взять, там, одним черком джебус вычеркнуть, вторым там черком мт джебус вычеркнуть, и как бы играть спокойно, ну, не спокойно, но играть не джебус, в общем. И поэтому в этом плане как раз сложно новичкам будет пробиться в какой-то топ. Это, как бы, опять же, мини-спойлер, но, как мне кажется, что до финалов дойдут именно игроки более опытные, у которых больше наигрыш на шаблонах нестандартных, а не на джебусе. А мы благодарим Ярослава за столь продуктивное интервью, и, безусловно, желаем тебе удачи на чемпионате мира. Пока. Спасибо большое. К другим новостям. Относительно скоро некоторым герощикам придется играть аж сразу же два турнира одновременно. И это не мудрено, ведь к сумм завершению подходит турнир ВТФ, который расшифровывается как Winter Team Fight. Если вдруг кто не знает, это СНГ чемпионат, который проходит среди 32 лучших игроков, которые поделены на 16 команд. И представляет он из себя противостояние на классическом джебус-кроссе, совместной игре 2 на 2, а также PvP-игры 1 на 1 против каждого из игроков из другой команды. Таким образом, в сумме отыгрывается 5 матчей, если, конечно, одна команда не выбила другую, набрав 3 победы. За прошедшую неделю прошло довольно много игр, и вот некоторые из них. А сейчас я вам предлагаю быстро пробежаться по инфографике и посмотреть, что там вообще происходит. В одной второй финале верхней сетке в противостоянии Бишопа и Диаблера против Don't Call Me, Криса и Монта победили последние. Таким образом, обеспечив себе место в финале. Здесь они сражаются с Хэллайтом и Папавасией, которые смогли одолеть, как по мне, ну прям реально очень сильную пару игроков, будущие Стингера. Не знаю, на кого ставите вы, друзья, но вот лично, как по мне, в финале вообще все непонятно. Первую игру, по крайней мере, в паре Хэллайт против Криса выиграл Хэлл, выйдя на Луне на 1-1-5. Конечно, тут очень повезло с ГО, так как ГО были кони, они прожглись на ура. А вот синему в виде Don't Call Me, Криса не повезло от слова совсем. Для него игра закончилась в конце седьмого дня на заливке против Гастов, которые были на ГО. Что же касается нижней сетки, здесь все довольно непросто. У нас определились еще две команды полуфиналистов, а именно ФТС и Дарк против Бишопа и Диаблера. Не могу строить каких-то прогнозов, друзья, а вот ваши мысли и предположения очень интересны. Если кто активно следит за этими игроками, напишите в комментариях, на кого можно поставить. Победитель из этого полуфинала сыграет с проигравшей парой из верхней сетки. И вот только тогда определится второй финалист этого чемпионата, который присоединится к триумфатору из 11-й игры. А теперь, друзья, предлагаю ознакомиться со статистикой. Начнем мы с разбора цвета. Здесь нет никаких сюрпризов. Красный цвет доминирует над синим, 52 на 48, плюс-минус. Цифры немного меняются, но в целом они вот такие вот. И здесь нет совершенно никаких нюансов. Такие цифры мы можем наблюдать от турнира к турниру. И здесь, скажем так, без новостей. Но вот что касается города, здесь есть свои приколы. Вот как вы думаете, какой город на первом месте по винрейту? Данж? Может быть, я не знаю, конфлюкс? Да как бы не так, друзья. Инферно. Да-да, вы не ослышались. Инферно. И он набирает аж 67%. А если смотреть по цвету, то синий Инферно набирает 75%. То есть синий Инферно, да, который, по идее, обречен просто на поражение, набирает самый наивысший процент на всем турнире. И лично для меня это прям большое вау. Что же касается второго места, его поделили между собой и цитадель, и крепость, которые набрали по 54%. А если мы залезем и посмотрим в инфографику 2х2, то там традиционно выигрывает башня, которая набирает аж какие-то заоблачные прямо 85%. Ну а мы с вами наблюдаем за событиями дальше и болеем за своих любимых стримеров. Чем хороши разработчики герои 3хоты, так это тем, что официальное сообщество всегда на связи. Правда, раз в месяц, то и в два. Последняя информация о фабрике поступала оттуда лишь в середине февраля. Цитата из официального сообщества ВКонтакте. Работа над фабрикой идет своим чередом. Многие интересуются прогрессом, однако охарактеризовать его какими-то цифрами сложно. Разработка ведется параллельно по множеству направлений, и везде успехи разные. Можем лишь сказать, что в данный момент наиболее активно ведется деятельность в интересах компании. Раскрывать подробности сюжета заранее мы, конечно, не станем, но сегодня мы решили показать вам знаковое для истории фабрики место. Написали в фабрике, прикрепив кат-сцену из города Бертона. Многие фанаты недовольны в комментариях такой позиции компании. Некоторые подписчики пишут в фабрике о том, что, мол, разработчики слишком долго работают с обновлениями. Однако большая часть информации о фабрике все-таки имеется. Например, известны 6 из 7 тиров существ, и неизвестным остается пока только 4 уровень. Это автоматоны. По предварительной задумке это такие пешие юниты, механизмы, которые представляют из себя что-то вроде големов из башни. Уникальность этого юнита состоит в том, что так как они являются механизмами, их смогут чинить другие существа 2 уровня фабрики, это механики. Чинить они его смогут наподобие, как работает, например, палатка первой помощи, или заклинание лечения, а может они вообще будут их воскрешать, вроде как поднятие мертвецов или заклинание воскрешения. Город и местность фабрики, по словам самих разработчиков, завершены практически полностью. Но вот параметры существ и другие пока что еще проблемные аспекты фракции будут дорабатываться на общий баланс игре. Мы точно знаем из правильных источников, что выход города не стоит ждать раньше сентября. Ну что, друзья, это были геройские новости. Присылайте все самое актуальное из мира герои меча и магии в наш дискорд-канал. Ссылочка будет в описании. Вот здесь мы ждем ваши лайки, а вот там внизу мы ждем ваши комментарии. Ну и, конечно, подписаться на канал было бы тоже неплохо. А я с вами прощаюсь. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok